Риск ответа, даже военного, путем эскалации военной на Донбассе, такой нестандартный ход, асимметричный, это в стиле Путина. Поэтому такой риск, к сожалению, существует. Но, когда мы оцениваем действия Трампа, вот надо иметь две вещи в виду. Во-первых, он обещал величие Америки, ключевой тезис в его инаугурационной речи. А второй важный момент, он же критиковал все время Обаму за мягкотелость, в том числе вспоминал Крым. Вот, если бы я был тогда, я бы показал. Да, вот он и показывает. То есть он не может сейчас действовать, как Обама. Поэтому на силовые действия Асада он ответил своими силовыми действиями против Асада. Деталь, на которую не все обращают внимание. Он предупредил россиян об этой атаке. Совершенно верно. Да, вот это очень важный момент. Поэтому Трамп не хочет прямого военного столкновения с Россией. Думаю, что и Россия тоже. Потому что, вот мы видим, они сейчас отвечают скорее дипломатически. Очень жестко по риторике, но не предпринимают ответных силовых действий. А вот асимметричный ответ с их стороны на Донбассе, к сожалению, возможен. И нам на всякий случай надо быть к этому готовыми. И вот здесь как раз координация с Соединенными Штатами, она будет вполне обоснована, логична. Но действительно радоваться нам не нужно. Скорее нужно готовиться к некому обострению ситуации.